Получается на люксе. И если ты играешь на люксе 5 игр в день, и так на протяжении полугода, тогда у тебя люкса будет хороший. Генерал Ноксуса. Но это старый свейн, то есть еще не обновлен. Да, новый свейн интересненький. Насколько я понимаю, на следующей неделе у нас будет патч, и будет свейн старый. Это бот лейн для гаджета, свейн. Свейн Валибир. Звучит, кстати, очень круто. По механике очень вкусно. Потому что ты переброс, еще подтягиваешь? Подтягивание, потому что, смотри, он перебрасывает. Смотри внимательно, он перебрасывает. То есть дистанция сокращается. Он подтягивает после переброса, уже когда Е-шку нажимает Валибир, там мини-подкидывание. Он подтянул, там уже до... А, то есть смотри, нет. Он перебрасывает, в этот момент кидается Е-шка. Нет, 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 нет. Он перебрасывает, идет подтягивание, и во время того, как он подтягивание жмет, уже кидает Е. И станет ближе к себе. Фишка в чем? Причем он кидает Е, когда идет переброс, то есть Ешка летит, потом возвращается обратно, и как раз, когда персонаж переброшен, уже там подкинут микроподброс с Валибирой, и уже она возвращается, то есть он уже подтянул, и возвращается еще сверху рут, и там почти не избежать этого контроля. Это как с Фидел Стиксом такая же тема была, когда вот Свейн обузился на боте, с Тариком, с Фидел Стиксом, там вот такие штуки проворачивались, очень много урона. Даже мы с тобой так играли, с Петлом, и мы сделали Фабел Лавел 2 с флешей. Ты говоришь, как? С флеша? Ну, ты такой эфир просто единый килл, конечно. Like a gangster, так что это круто. На самом деле я играю на ботлейне, последние уже долго. Вот знаете, кто-то играет в ТФТ в нашей эфирной команде, а кто-то прям трайхардит по-жесткому в рынке ДОСа. На русском сервере, правда, но тем не менее. Русский сервер имба. Первый алмаз, пока что апнул, но времени мало играть. Поэтому с винрейтом 70%, но тем не менее, дорогие дамы и господа, у нас начинается матч Вейвиктис и спорт против команды Вегас Квадрон. И нас ожидает, я уверен, жаркая партия, потому что каждая партия Вейвиктис дикая, мощная и насыщена супер событиями. Поэтому погнали. Токси все-таки будет играть на Киане на верхней линии. Я сегодня так поспрашивал насчет Кианы там, Кианы сям. На топе сказали, что... Но нет, не Гуччи. Поэтому мои 1.15 можно обосновать на Киане. На топе не очень. Многие твои 1.15. Хикаримы. Этас давно было. Кайси Мидлейновы. А это на русском сервере с тобой. Что это? Это нормально. Джексады Керри. Это мы тестили Клиптомантию вообще новую. Так, сейчас еще раз. Понимаешь, Мэн, я... Джинсу я даже не помню. Я вообще не понимаю. 14, кстати, я помню вообще прекрасно. Могу... На самом деле можно много вспомнить прекрасных партий. Когда так говорят, обычно нечего больше вспомнить. Но мы этим заниматься, конечно, сейчас не будем. На самом деле на следующий может быть матч Ваевиктис. А пока что у нас противостояние, которое обещает быть на боте жарким, потому что Сантос и Гаджет будут играть агрессивно 100%. Подтягиваются эти ингрейши. Пока не страшно. Можно хотя бы левел 2, да, когда рука смерти появляется, там можно прям хорошенечко бурстить. У Свейна работает рука смерти, как у Грэйвиса. То есть чем ты ближе, тем больше дэмэджа ты тащишь. Ну да, чем больше, так скажем, лучом нельзя назвать? Нет, это точно не луч. Это не луч. Это что-то демоническое. Это рука смерти. Да я понимаю. То есть, ну как описать вот эти молнии, молнии, можно сказать. Да молнии летят. Красные, как у этих ситхов. У Мерау опасны по здоровью, кстати, сейчас. Да, Мера вообще, она любит опасный джангридный ремит. Да, это, кстати, фишка. Это ее фишка, это ее плейстайл. Ты понимаешь, это своеобразный челлендж. Ты себе доказываешь, что на самом деле, ну, лес не страшен. Когда ты на лоу хп, это такой, знаешь, это приток адреналина. Ты такой, так смогу или нет, раскатить этого, этого NPC какого-то. Этого голема. Или волча, например. Да, она его называет не големом, а по-другому. Друг меняет ударение. Да. Итак, на каком скине играет Креокс? Это, по-моему, не престижная. Это вообще... Это скин... Еще у Твича тоже есть такой же скин. У Ксена есть такой скин. Нет, нет, нет. У Ксена ни при чем. У Ксена тоже есть. Она как воровка, но... Давай, 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 давай. Это у Ксена есть такой скин, кстати. Нам даже из зала подсказывают. Нет. Мы не слышим. Мы в наушниках, ребята. Я понимаю, мы ценим, потому что вы пытаетесь нам подсказать, но мы не слышим, к сожалению. Так, тем временем я бездвижный. Погребим! Так много. Полегче, Докси! И первая кровь Хельму забирает. Он взял как раз-таки у Реки вот эту вот заряженную кушку и подзастанил, а потом от стенки уже с дополнительным уроном пробурстил. А у Реки, а у Реки, а у Реки гуляет Докси. Кто-то еще. Запушивает сильно бот Лейн Вегас. Ой, Триана! Может, подстрять нужно будет скачок, возможно. А есть исчезание, кстати, Мираут тоже неподалеку. Сандарт перебрасывает. Почему? У Рота Патриана идет. Триана смогла сбежать. И здесь Гаджет добивает Триану. Как агрессивно играет Илья. И Гаджет должен выходить. Здесь по-любому Эдгрейшн уже ничего не сможет сделать. Но Триана, конечно, подставилась очень сильно. Нельзя было выходить. Надо сразу скачок было сдавать. Не жадничай. Тут ни в коем случае за жадность свою Триана поплатилась. И это фраг еще... Ну, уже второй для... Она еще очищение не использовала ни от контроля, ни от воспоминения. Да, поэтому он много втанчила. Но Гаджет такие вещи не прощает. Он флэш всегда допрожмет для того, чтобы убийство забрать. Индекрейшн демо уже пока не хватает. А Мирау не могла подключиться, потому что она еще на базу не возвращалась. И здоровье у нее было неполное. Можно было еще одно убийство отдать. А его желательно не отдавать. Потому что и так уже 1400 и топ с саппортом подфидили чуток. У Мирау Джангл Роуд очень рисковый, если честно. То есть ты берешь синий баф, потом волчи. То есть ты берешь все кэмпы, кроме грампа. Это неплохо. Но на СиДже, мне кажется, ты хочешь сделать блю. Блю-ред голем. Вообще хочешь сделать и ред голема, в первую очередь. Так, Мирау заходит на дискотеку. Кстати, здесь Триана тоже. Дискотеку можно попытаться забрать. Пипью Саларит замедление, прожимает по дискотеке. Очень больно. Ему стан. Продавливают дискотеку. Заберут. Фраг есть. Для команды Вейвики. Здесь портриан нажимает жестко. Гош пытается выйти. Бьют по Крелксу. Здесь очень много урона. По Мирау. Теперь идет Мирау. Старается уйти. Нажимает свой скачок. Бежит Мирау. Беги Мирау. И стреляет рядом Мирау. И спасает своего лесника. Вот так вот. Вот так вот. У них все правильно. И вовремя подошли. Нижняя линия Веги. Сантос вместе с Гаджетом так... Настолько молниеносно оказались на центральной линии. Новые Виктис расконтролили все очень гработно. Как на лимитах красиво сыграли. Пепел Солари сначала подхилила Триану. Таза сайд степила. Даблью Сбейна. Ой-ой-ой. Как больно. Как больно Хельме. И потом еще Триану съела на лимитах Мирау. Который скачком тоже за... Вот Триану так. Сантос мог попытаться перебросить на самом деле. Потому что у Сантоса еще... Огромный пул здоровья. Ока Империи. Даблью Сбейна. Так. Я сейчас быстро решил вспомнить. Ой-ой-ой. Нету съедания. Съедания нету. Может погибнуть. Здесь надо было Триане подтанчить. Но есть съедание. Хорошо. Триану. Есть жесткая кожа. Пытается убежать. Триана выживет ли здесь. Гаджи. Это еще замедление получает. Аптулечка. Яшка не попадает. Выживает Триана. Еще в одном моменте. Прекрасно здесь выходят девчонки. А Мирау Мирау на месте. Дискотека здесь. Но телепорт. Мирау готовится. Мирау старается выйти. Скачка-то уже нет. Дискотека здесь. Шестой уровень. Стан проходит по Мирау. Ее подтягивают. И куча повреждений проходит. Ой-ой. Докси. Подходит. Стан. И Триана только империи погибает. Доблкил для Свейна. И еще Ингрейшн погибает. Вегас Контрол зарабатывает. Три убийства. И это может быть вышка должна быть. Хотя нет. Только седьмая минута. Рановато. Да, рановато. Дракон может быть. Надо было Мирау убегать по реке наверх. Просто бежать наверх. Она прямо на телепорт сместилась. И не могла вниз бежать. Потому что там волейбурщик вместе со Свейном. Да. Однако. И дракона хотят забрать. Ну легчайший дракон будет здесь. Потому что банально. Ни Лесник, ни Ботлэйн не в позиции. Для того, чтобы контест были мертвы вдвоем. А как говорит стажер. Огненные драконы нужно выпиливать. Слишком сильные. Слишком амба. Слишком амба. Докси. Ну так, легонечко. Вообще знаешь, мне кажется, есть матчапы. В которых может Киана на топе играться. Я бы не очень хотел их искать. На самом деле. Я тоже максимально. Я возьму просто лопату. Так, дискотека. Стан не попадает. Пипи Саларид дает проказ по дискотеке. Дискотека. Ооо. Солок килл практически. По красоте. По красоте здесь разыгрывают. Забирают Деку. С флеша. И по химпсу с флеша. Утимальтных реакций есть. Он нажимает. Перекидывает Сантос. Мирау. 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 По красоте пришел и разобрал тоже. И счет уже 7-2 в пользу Вега-Сквадрон. Немножко подфидел дискотека. Био Солари очень круто сейчас на самом деле. Один на один разыграл. Там Мирау подасистила. Но механически по дискотеке она круто разыграла. И потом впоследствии еще такой с флеша рут. Не хватило демеджа, чтобы убить до ультимейта Евелина. Но в целом неплохой по моменту. Но опять откуда ни возьми появился Сантос. И потому что Докси пришел. Тут Вега-Сквадрон конечно... Знаешь, айфкашить стоять, фармить не собирается. Да. Ну что ж, красный баф. Мешай. Красный баф не должен быть проблемой для Мирау. Хотя идут мешать. Вега-Сквадрон есть информация. Тут Докси тоже здесь. Мирау заберут 100%. Красный баф. Красный баф Мирау. Взяла. Успела. Взяла. 100 рубисов заработала Мирау. 100 рубисов и опыт. Да. Опыт это важно. Триана. Ой-ой-ой. С Триангарда идет в репашки Триане. Нажимает скачок и очищение тоже, кстати. Болибир как несется. Кидает, успевает Триана. Жесткая кожа бы нажать, но никак не выходит. И здесь ульта Алюкси. Он убивает Свойна. Вот такой вот шатаун. Снайп-шот. Прекрасный снайп-шот от Пью-Пью Саларе. 3-1 счет уже у мидлайнера команды Вейвиктис и Спортс. Вот то, о чем я говорю. Я не зря хайпил мидера Вейвиктис. Показывает, показывает Пью-Пью Саларе. Так, я тоже сказал, надо присмотреться. Вот прям вот только что. Между прочим, Сивир-Сивирка. Вот, друзья, вы можете флеймить Вейвиктис, говорить что угодно. Но Пью-Пью Саларе. Даймонд-1 с западноевропейского сервера. Даймонд-1 с западноевропейского сервера. Да это жестко. Упала с мастер-тира. Упала с мастер-тира неделю назад. Это жестко, Ник. Прям я бы сказал, что это мощно. Так что это вам не хухры-мухры, ребятки. Такой Элла из команды Вейвиктис. Интегрейшн, правда? Но это было там где-то сезон назад, может быть, два. На западноевропейском сервере про него говорим. На русском есть и у всех D1. Конечно. Это... Это вот обязательство по регламенту. D1 на русском сервере даже у меня есть. Ну это как бы... Юрия не взял D1 на русском сервере. Взял D2 на весте. На весте взял D2 на русском сервере. Понимаете, вот русский сервер не стоит его недооценивать. Русский сервер... Там нужна другая менталити и другая подготовка вообще. Другой подход нужен. Если ты вот не прочувствуешь, что... Если ты слаб ментально. Нет, а вот знаешь, ты должен понять, как побеждать на русском сервере. Так, все время почти забрали Мирао. Но тут Мирао держится. Держится вообще. У него просто в лесу постоянно вот кто-то сидит. Приходит на красный баф, там пять человек. Приходит на волков, там два сидят. Как будто играет семь человек у Вегаса. Да, и тут Докси встал, провешивает по Пью-Пью. Саларь пытается она вытесить. Хороший столб Мирао. Креоксу почти добивает. Доксу забрал Докси. Удар от вышки получил. И погибш. Отдал, получая для себя Сейджуани. Слишком много урона. Там уже восемь стаков у Креокса. Последних убийств. Он начинает тоже стакать темную печать. Впоследствии тоже, возможно, появится на Межай. Но Ник! Межай купленный гаджетом. Пока имеет ноль. Потому что он умер на дайве. Да. Ульта-то не хилит, когда рядом никого нет. Есть такое. Секундомера нет у него. Падает вышка. И шезлобяков у него пока нет. Вообще ничего нет. Ни одного готового предмета. Ну, кроме Межая, конечно же. Но это не предмет, по сути. Это не предмет, как говорится. Так, Эльма. Пластинчики, пластинчики. Нормально, нормально подлутывает. Она уже подтанковалась. Но она, мне кажется, что она даже Докси может передуэлить. Да, кстати, да. Да, и пепелбами, и рубиновый кристалл, и еще арморка, и куча сустейна. И вредоносные зелья, и печеньки, и даже три. Три печеньки? Да. А у Докси-то нет слота вообще. То есть у него мобильные сапоги. Да. Гаджет. Мне кажется, один на один Хельма может просто поломать. Я тоже думаю. Даже несмотря на четыре. То есть здесь огненный. За огненного я не буду драться, потому что Вейвиктис разменивает его и забирает себе. Примечает Герольда. Да, и это может быть вышка на топе. Ты представляешь, две пластины осталось. На верхней линии можно забрать Героида и выпустить Героида на топе. Да, и это и делают. Как раз-таки Вейвиктис и Мерао идет вместе с Трианой забирать вышку. Крутой макро-мув. Это очень сильный макро-мув. Это минус вышка, и только Иррелия направляется на верхнюю линию депить. Не зря, не зря Интегрейшн в Блиц-опросе говорил. На вопрос, аркада или макро-игра? Интегрейшн говорил, а макро-игра. Что, кстати, наверное, все-таки больше странно, чем понятно. Может быть? Так, Сантос. Но Валибиро, я думаю, что не стоит им атаковать. Опасно, тем более сейчас вся команда Вега-Сквадрон смещается сюда. Опасно, серьезно. Нет, Триану. А Триану-то нет ничего, Ник. Триану просто оставили. А там тем временем Докс хочет поиграть. Хорошо, действует играть по Мерао, не попадает Пипи-Салари. Вообще все скиллшоты летят мимо, Мерао может погибнуть. И Пипи-Салари некуда, убегает. Здесь уже нет воюшки Ока Империи, нажимается Свейн. Свейн уже здесь для того, чтобы добрать Люксу, прокат! Ой-ой-ой! Ну дай же авту, не получилось. Буквально чуть-чуть не хватило, чтобы Люксу дала автоатаку и добила Докси. Но это в любом случае минус 2 для команды Вега-Сквадрон. Ты видишь, как сайт степела? Ты видишь, как она сайт степела, как она передвигалась? Это было очень красиво, в такой ситуации. Обычно в такой ситуации просто бегут по прямой. А их туннель? Нет, здесь вперед-назад, вправо там опыт что-нибудь поддоджить. Опа такая, да. Запутать, да. Но мне больше понравилось, как Триану, потому что, да, что Сиджан есть, а ТТ-шану. А вот там Кейтин, не было скачка. Вот, Триану, не было членцев убежать. Девета левел Триоокс, но здесь Сиджо, они прям наминают его, стан провешивает. По-моему, еще стрела прилетела, но прокаста нет. А Мерао может погибнуть, но здесь слишком далеко она пошла. Конечно, это прям рискованно было. Сиджан есть скачок, но съедает Триана. Выходит по каждой. Красиво! Выходит, все в порядке. Триана сейчас как вульф просто сыграла. До того, как контроль-то летел, она уже съела своего керри. Бэмс, прокаст, поздноватый немножко, но это... Попадает по Креооксу, сбивает бэк. Неприятно. Так, да. Так дела не делаются. Лютен, кстати, и сорок, у нее по слотам все хорошо. На топе тоже есть Сантос. Безумный медведь. Просто этот волипурщик опасен. Эль Райо Волибир. Мексиканский скин. Такой прямо... Гнар тоже крутой. Эль Гнар там или как он? Эль... Сейчас. Эль Тигра Браум. Эль Райо Волибир. И... Он мне выпал, причем, недавно совсем. Я его скрафтил. Он какой-то онлайн, по-моему, или что-то там со львом? Не помогу тебе в этом, Ник. Ну, не... Фа-моему, там со львом что-то связано было. Так, тут сейчас заходит опять на ганг. Ой, неудачный ульта с его стороны, но тем не менее там Кенч и супер мисс позиции. Как быстро его взорвали. И там Кенч погибает. Уже пятый раз. Интересно, на что сделал Досик, когда он просто выкидывал свой ультимейт. Там до стенки слишком далеко было. А здесь по Пио Солари пытается Крео сыграть и весь проказ сделал. Фулл проказ и не в ту сторону он улетел. Нет, нет, он супер. Он прям туда и хотел. Он к своей команде хотел ближе. Я просто удивился, что Мерао не в ту сторону дала свой ультимейт. Это да. Это да. Ну что, что-то продолжает пушить. Крео вообще хочет супер агрессивно играть. Здесь давит уже 16, темет на таймер 2 инфернала и вышку. Сгрызает команды Вега-Сквадрон второго уровня. Не прощают просто Вейвиктисов тут никак. Перебрасывают Триану. Патриан не хотят сыграть. Уже жесткой кожи нет. Креокса задевают. Креокс может покинуть. Здесь гаджет взрывается очень агрессивно. Пытается ингрейшн убить. Сейчас будет ульта. Взрывает. Хороший флэшит ингрейшн. Мерао старается выйти. И забрали. А может Дес этим Кельма хорошо играет. Подстанивает героическим ударом. Под Окси почти забирает. И по Сантосу разворачивается. Мерао перекидывает. Дальше урон. Опять идет Кельма. Лоха подойдет. Подходит Пипа Саларин. Нужен прокатать. Йоо. Подтягивает до 5. И здесь Докси. Врывается. Дается и каст. И это минус тукса. Не удержим. Докси 22-5. Четпульс у команды Вега-Сквадрон. И они готовы бить вышку третьего уровня. Такой там полетчий укус от Сантоса был. Прям. Процентов 20 просто отгрыз. За секунду. Да. Просто вгрызься. Понимаешь? Да прям вот так вот. Если бы мы были не в наушниках, мы точно слышим. Скорее всего. Но началась все неплохо. Здесь Сантос прям по тряне сыграл. Инициация не совсем такая. Знаешь, он потанковал, но не до конца потанковал. И Криокс умер. В дальнейшем от Flash Integration был прекрасный. Потому что гаджет своими спеллками не попал. А вот потом, конечно, недвижность. Которая рутает тебя. Не дает двигаться. Сантос, я его использовался. Вот смотри просто сейчас. Сейчас по Хельме. Он идет... Оп. А, извините, по Хельме. Он попил в Тен Солдаре. Бам! Это причем был не он. Так. Не не он, который играл в Starlight. Не не он. Да. Это был Докси, который кинул кухон заряжен. Ну так да. Кританул. Но Волибир-то замахнулся. А Киана убегал. Он лапти свои там. Там 30 урона, да? Но его захайпили. Так я сразу понял, что это Докси. Я не думал. Ты как-то это... Дедик, ты вообще не в теме. Ты просто не в теме. Да нет. Ты вообще-то так как. Волибир 309. Волибир гэнгстер. Волибир гэнгстер. Максимальный гэнгстер. Как Евелина. Нет, на Евелина это просто так вот. Так, здесь врыв пошел Минералы. Могут забрать. Гопрокаст! От Ньюпью Саларик. Криокс Кириэль выходит. Здесь сентра авангарда идет. От дискотер. Ой-ой-ой. Волибир, Волибир. Ваевикти. О, он просто как в Ти, в Ти, мэн. Мэн, вообще просто по жести. Молнии через крипов протонелил. Джедай в Олибир просто. Джедай. Чисто Джедай. Но здесь Кириокс выжил на лоу хп. Вот знаешь, что самое непрятное, что кто-то выживает на каких-то вот лалах прям. На таких вот прям... Карапулечках. Карапулечках, да. Бывает, бывает. Но опять 25 счет. Так, стрела пошла. Отфлэшился Эка. Очищение в нему было. Но он отфлэшился. И улыбнулся. Нормально. Дракон. Горный. Понимаешь, когда ты играешь первым номером из преимущества, то горный дракон. Который дает сколько? 16. 16 дает. Но. Но. Важно, но. Важно, но. Важно, но. Что в дальнейшем он дает 7,7. Что? Что? Слабее, чем 16 первым. Абсолютно точно. И получается, что на третьем драконе горном ты получаешь меньше, чем за одного первого. Да? Это просто я сумма 6. То есть первый дает 16, а второй и третий в сумме 14? Как это вообще? Я против такого. Я против такого. Я против такого. Вот это камбэк-система. Камбэк-система? Вам нужно просто забрать хотя бы одного из трех, который выпадет. И уже в принципе нормально. И в принципе очень хорошо. Ого. Агрессивная игра по Докси. Почти забирают его Докси. И встревает в бандитки. Забирают в бандитки с Докси в своем лесу. И Тусата срывается. Хочет забрать Хельму. Хельму нужно героический удар сделать. Ой, выкинул двух красиво. Старается уйти. Здесь Эко дает под стон. А без движения здесь Хельма нажимает стоп-поль. Надо спасать ее. Съедает трианда. Трианда жестко уже надо нажать. Мирол Лохопе пытается выйти. Бьют сильно. Пью-пью Солари нужно урона. Его уже нет. Потому что ультимейт охотится в кулдауне. Дальше идет Эко играет. Ощищение нажимает. Надо стрелять. Ингрэйшн. Надо стрелять. Стар. Но забирают. Рэйли. Опа. И убил Солари. Правда, Сиро погибет. Без ингрэйшн. Креоксу почти забрали. Но не забрали в итоге. Это Эйс поезо вега с квадром. И вега идет забирать барона на шарапку. Барона. Нет. Токси есть ТП. Токси есть ТП. Все. Теперь факт. Втроем бы не забрали. Потому что танковать Волибир может. Тобажить никто не может. Свейн и Юбеллина такие себе. Наборожди. Но с появлением Киана естественно барон. Соберется. Соберется. Два слота есть. Съемочек. 25 стакок от Межа. Уже. У. У ля ля. Гаджета и Креокса. Да. Это жестко. Это жестко. Это жестко. 21 минута. Оборон уже у команды Вега Сквадрон. Из бэка. Мирал это прям однечек. Мирал прям однечек. Мирал принимает на себя удар. Как они очень прям. И причем она не только удар, знаешь, понимает. Она. Она выманивает врагов в себе в лес. И дает им ходить на линии. Да. Она заставляет, чтобы к ней приходили в лес. Но тем самым Хельма поформила хорошо. Пи-пиусолари поформила хорошо. Поэтому. Там какие выходы на ганке-то на миде были. Видишь, что на миде творили. О. Баншот на миде здесь. Ой-ой-ой-ой. Триану. Неприятно. Что ты реально делала в этой точке? Не совсем понятно. Почему она. Можно быть какие-то. Что, фармить или варты расставлять? Варты в три пуш? Возможно. Это далекие варты. Их не стоит там ставить. Слишком далеко нет. Грейшан. Лучше вижно, тем лучше. Это правда. И здесь Мирау может погибнуть. О. А ульта. Ух. Бывает. Ульта совсем не в ту сторону полетела. Но тем не менее. Ингибитор упадет на нижней линии. И Вега Скватрон продолжают давить. Вейвифтиса выбрасывает неплохо. О. Что творит Докси? Как вырвается. Дикой Докси забрали. Крёв в бегстве. И Крёвкс. Какая ульта от люксы. Как пробивает сильно ребят из Вега Скватрону. О. Свойн душа. Гаджет просто не прощает. Что творит? Что творит Илья? И это конечно. Он достал цветок. Да он достал цветок. Он достал цветок что ли? 37-8 счет в пользу команды Вега Скватрон. И Вега побеждает. Крёвкс погибает. Причем казнью. Потерял 10 стаков межали. Да. 10 стаков. Но Вега побеждают. В итоге Вейвиктис. Мирао пытается драться до конца. Стрела прилетает. Гаджет легенда. И Нексус должен в итоге упасть. Команда Вега Скватрон забирает еще одну победу. Уже вторую на этой неделе. В свою копилку. Но в этой карте мы как раз таки увидели небольшой бой на нижней линии. На миде. На миде. Да. Это уже следующее. На миде прям совсем все хорошо было. Прям совсем все хорошо было. Но Роумов слишком много. И с нижней линии. И с топа у Веги Скватрон. Вот знаешь. Я бы на самом деле посмотрел бы по 5. Био Био Солари вот против кого-нибудь. Начнем с Эки. С которым сейчас. Прям один на один. Раз на раз. Раз на раз. Потому что здесь было прям вкусно. Здесь было хорошо. Это было нормально. Интересно. Интересно. Конечно. Партия нам показали. Вега Скватрон и Вейвик.